Как часто вы едите в ресторанах? Извините, мы не пользуемся ресторанами, мы питаемся дома. Ресторан — это очень дорого для людей немолодых. В плане доступности любой житель может пойти в ресторан, независимо от того, сколько у него денег и какого у него капитала, он может спокойно пойти со своей семьей, и они могут нормально покушать. Ну, в основном дома, а когда есть время, могу с друзьями пойти или в кафе, или в ресторан. Ну, достаточно часто мы выходим с семьей посидеть, чтобы посидеть где-нибудь в кафе. В выходных довольно часто, в будние дни, когда в целом время от учебы бывает, заходим. В Абхазии более доступно, более такая интересная, интересные блюда, вкусно. Приезжаю сюда с удовольствием и обязательно куда-нибудь захожу пообедать. Даже бывает с вином. Ну, смотря какие рестораны, но в основном доступные, приятная, вкусная пища. Ну, я достаточно редко хожу, потому что я как бы готовлю дома, супруг любит покушать домашнюю еду, но раз в месяц, в две недельки, наверное, ходим всегда. Я не сказала бы, что это роскошь все-таки, я не считаю, что это роскошь. Это более доступно, чем в другом любом месте, в другой любой стране. Ну, в кафе, в ресторанах в месяц примерно, я скажу, раз за три-четыре, не более того. На вас считаются рестораны в Абхазии доступны, либо это роскошь? Я думаю, что-то среднее, потому что к роскоши тоже не отнесешь ресторан, потому что у нас цены более-менее приемлемые такие, и к тому, что и по-другому тоже не получается. Но, видимо, что-то среднее, я выберу так. Если честно вам сказать, я редко хожу в рестораны, я часто ем дома. Но в связи с тем, что иногда бывают день рождения, какие-то праздники и так далее, я хожу в рестораны. У нас неплохие рестораны, связанные с национальной кухней. Мы можем себе позволить в месяц хотя бы один или два раза побывать в ресторане, посидеть с друзьями, побеседовать. Я, например, считаю, что это хорошая вещь. Во-первых, человек успокаивается, разговаривает, решает разные проблемы за столом.